Друзья, всем привет! Сегодня вы увидите в этом видео интервью с американским детективом Стивом Дудником. В этом видео мы затронем некоторые темы, такие как коронавирус, протесты между демократами и республиканцами, поговорим о протестах, кому это выгодно, затронем тему немного выборов, ну и, конечно же, поговорим об оружии в США, о покупке оружия, стоит ли покупать его или нет. В общем, ребят, тема достаточно интересная, я считаю данного детектива достаточно грамотным в этих вопросах, поэтому, в принципе, думаю, интервью будет вам полезным и интересным. Конечно же, понимаю, что это лично его мнение, вы можете с этим мнением быть согласны, либо не согласны. Поэтому, в принципе, пишите в комментариях свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Ну, а мы начинаем. Итак, друзья, ну что, мы уже онлайн, по ту сторону экрана у нас американский детектив Стив. Приветствую, представься, пожалуйста, для наших зрителей, расскажи, кто ты, чем занимаешься, в двух словах, если возможно, да. Вообще, возможно, здравствуйте, меня зовут Стив Дудник, я руководитель детективного бюро, базирующегося в штате Флорида, город Майами. Мое агентство считается одной из первых русскоговорящих агентств в штате Флорида, адреса самая крупная. В общем, все, если бы по моим прошлом, раньше работал в прокуратуре штатов Флорида, занимался медикейт, медикейт-фроуд, это мошенничество с штатными медицинскими страховками, ну, а до этого я работал напрямую на дядю Сэма, ну, эту часть я сюда пропускаю, потому что, про эту работу не говорят, потому что по ней говорить нельзя. Вот, знаешь, что ты из Украины, знаешь, что ты из Украины, правильно? Да, да, правильно, да. Да, был Кеви, был в основном время Майдана, наблюдал, как вот все это происходило, вот это была часть моей работы, когда работал на дяди Сэма. Интересно, интересно. Яшно, спасибо большое, что согласился записать этот стрим, я думаю, многим ребятам будет очень полезная, интересная информация в этом видео. А знаешь, почему согласился? Знаешь, почему согласился? Потому что ты просто к этому подошел. Не, не так нельзя, ты просто написал мне, давай снимем. Понимаешь, мне это понравилось, что это было беспонторно, было красиво, нормально и без всякого дела. Поэтому я на это согласился. Супер, спасибо за откровенность. Да, в этом видео я хотел бы затронуть ребят, сразу вам оглашу темы, которые бы хотели поговорить в этом видео. Да, 2020 год, это на носу у нас выборы, вот коронавирус, вот эти все протесты, вот это вот все беспредел, который происходит в США. Многие, кто-то это поддержит, кто-то не совсем. Я бы хотел вот задать, ну грубо говоря, скажем так, человеку, который в этом разбирается, в этой каше варится, и его мнение я хотел бы услышать, ну и поделиться с вами. Давай сначала начнем по поводу коронавируса. Что думаешь по поводу вот этой всей хинеи, что вот люди мрут, очень это все, особенно в демократических штатах, обязуют сидеть людей дома, ходить в масках, в общем, очень жестко. Что, что считаешь по этому поводу? Если сказать своими словами, я не знаю, как-то есть цензура на твоем канале или нет цензуры. Да, лучше цензура пусть будет, потому что есть девушки смотрят, да. Да, но когда я услышал про коронавирус, я сказал своим друзьям, я чувствую, что у нас где-то... Я понял. Я не могу, но где не могу понять. Вот, а я уверен, что коронавирус, конечно, есть, инфекции есть, люди заражаются, знаете, по смотрим статистику, гриппа не меньше, статистику каких-то других болезней тоже не меньше, но почему-то за последние вот эти полгода все эти болезни куда-то ушли, остался коронавирус, и у нас недавно, недавно был такой, когда анекдор такой был, когда они как-то записывали, знаешь, на анализ трупов, но как вы приехали в полиции, ты знаешь, так четыре наживы, два агентствия, они говорят, записываем смертно, что это делать коронавирус. Ну да. Понимаешь? Вот, а что я могу сказать? тебе, а пиво здесь ведь не есть, пиво здесь не опасный, вот, но то, что происходит сейчас, мне это больше напоминает какой-то большой-большой передел, и кому-то было выдано просто нас посадить по домам, чтобы они сильно мешались под ногами. Ну, сутья, по поводу вот то, что сейчас происходит, мы видим, что экономика немножко падает вниз, потому что люди не работают, заводы не работают. Ну вот немножко падает. Ну, так, нормально, она уже как бы рухнула. А смотри, что получается, а здесь как-то хочется как-то боком примучиться. Значит, смотри, большие супермаркеты работать могут, и люди ходят. Да, монополисты. Маленькие бизнесы работать не могут. Какие-то билен санкшен, какие-то не санкшен. Такое ощущение, что кто-то целенаправленно убивает средний класс. Почему убивает средний класс? Опять, это не теория большого заговора, но то же самое было во время 16-17 года в России, то же самое было в Германии при приходе Гитлера. А средний класс, это единственный класс, который может протестовать, и который может не дать это сделать. И поэтому надо пить экономически. И вот экономически пьют последнему классу, чтобы обанкроте, чтобы они думали, как им покушать, как им заработать, а не то, что происходит в стране. Но при этом я сейчас, как бы коронавирус есть, надо быть осторожными. Это не значит, надо всех локдаун, комплекте закрыть и так вот уничтожать бизнесы. Это мой такой мнение. Я понял, но я в принципе соглашусь в свое мнение. Наше мнение масок, но у меня тоже следующий вопрос, я не даду, это было правильно. А помнишь, как в том анекдоте, это программа, то мы будем носить маски, тихо-тихо, может, такие люди уложили, что, понимаешь, маски, а я считаю, что маски, они, видимо, помогают, но мы видим этих масок, которые когда-то были сделаны в США, этот маски компании 3M, настоящие маски, а все, что сейчас приходят с Китая, мы проводили уже эти расследования, вот ловый день, контейнер, мы приходили маски, K&N5, это подделка маски, и они приходят все бракованы. Они ничего человеку не дают, кроме того, что человек дышит своим углекислым газом, сам себя травит. Ну, это как еще Задорнов говорил, посмотрите на размер дырки в маске под микроскопом, и на сам, сам этот, вирус, бактерии, ну, то есть, это как... понимаешь, который болеет, ну, дойдет с ним маску, потому что, когда он чихает, оно не разлетается, оно останавливает. Почему врачи носят маски, чтобы больного не заразиться опилокопом, что-то еще, реоперацию, потому что, если нет, а поздно там держать маску, что, в тебя не попадет, это полный, тогда надо противогазить, реально настоящий, у меня там есть, да, туски противогаз, вы же, со всеми делами, что там точно ничего не пройдет, понимаешь, ситуация, какая интересная, знаешь, так, в банк из маски не пускают, а с маской педальщик могут застрелить, понимаешь, такое дело, знаешь, непонятно, почему эти маски нужны. Я понял. Окей, перейдем к следующему, что у нас было после, после масок коронавируса, начались протесты, вот эти сумасшествия, протесты, которые, в принципе, по всем штатам прошли, по многим штатам, скажем так, особенно, вот тоже у меня в Сиэтле было, я тоже ходил на этот ЧОП, смотрел их, не вот эту автономную зону, которую они создали. Как это было? Я слышал, это не правда, я могу себе задать вопрос? Да, конечно, конечно. Я слышу, что вот эта автономная зона, которая была, они там обложили людей чуть не дали, там был какой-то рэкет, и игра, обновления были, это так или нет? Да, это было так, я тоже, ну как бы, я точно не знаю, но из новостных порталов было, что люди писали, что, ну как бы, просили помощь от государства, почему, в принципе, их разогнали, потому что, изначально у нас, как бы и демократ, и мэр, и губернатор, они говорят, пусть себе спокойно протестуют, проблем нет, ребята там, ну немножко намусорили, но окей. А как-то их еще не задело. Да, но потом, когда начались там уже перестрелки, уже там начали люди гибнуть, и они начали, там находится реально территория, где стоят магазины различные, нормальные, и они начали говорить, все, вы не откройтесь, пока не дадите нам денег, и тому подобное, и вот уже как бы люди начали писать уже, ну как бы, заявления в суды, что типа, ребята, разберитесь, что за ерунда. И плюс, самое интересное, что главный полицейский Сиэтла, он, ну более как республиканец, поддерживает Трампа, и против нашего мэра и губернатора. И вот это у них такая была стычка, война, что как бы, мэр, пусть себе там пасутся, полицейский главный говорит, нет, уберите их. И вот такое вот было, но когда уже пошли вот убийства ежедневные, то их разогнали очень быстро. Полиция зашла там, быстро, то есть, в принципе, им сказали, завтра будет зачистка, и на следующий день, там как бы главный, главный их был рэпер какой-то там, ну темнокожий, он там их там как-то спонсировал, не спонсировал, непонятно, кто кого спонсировал, конечно, он как бы был во главе. И вот он сказал, что ребята, мы все свое сделали, как бы нам пообещали, что вклад в полицию будет намного меньше, уже немножко будет делать меньше вклад, да, поэтому, да, это очень важная тема, да. И вот этот черный сказал, все, территорию можно сдавать, на следующий день там еще осталось, человек там 20-30 таких вот, просто где, ну не было к ним ночевать, или я не знаю, их быстренько убрали и все. Но самое интересное, что даже в тот день, какой-то парниша там примотал нож, какой-то палки там к полицейским бежал, ну тоже какие-то там терки были, но слава богу, полицейские не ранили. Ну вот такие вот были, да, моменты. Я тебе хочу сказать, что как профессионал, человек, который понимается очень много, человек, который много пропортов в службе, это все не просто толпа, которая шла что-то делать. Конечно, и кто-то контролировал. Заранее, заранее, мэры, губернаторы, демократические, демократические страты, начали выпускать заключенных в тюрьм. Они начали говорить, что у нас коронавирус, я пасхал на улице, в плоткении опасно. Вот, и, конечно, они не пускают там убийц, насильников, но довольно серьезно, криминальных, людей вообще на улицу, специально с каким-то предлогом, это первое. Второе, например, как получается, толпу завели, толпу поплатили, но думали, что они смогут ее контролировать, но в каждой толпе есть свой Роббиспер, готовому терять нечего, который быстро выходит с повиновения, который потом идет в собой толпу. Я думаю, что демократы сами перепугали, что они перестали контролировать ее, эту толпу. Почему контролировать, это не такие-то небольшие слова, которые я влюю на левую направленную, я тебе скажу про Флойду, Флойду, Республиканский штат. Но у нас есть разные каунти, самые три большие каунти, Дэйд, Брауэлд и Палмбич каунти. Вот это все демократическое. Вся остальная Флойда Республиканская. И она больше чемпионат. Но эти каунти, они более заселенные и более богатые. Там у нас фермеры живут. И вот в тот день, когда были очень сильные литерарьники, это грабили и пытались бомбить Майами Донтаун, они ходили толпами, полицейские стерялись, они заезжали что-то сделать, как на это влиять, ее не появились тоже всего. Нам поступил заказ, что есть склады с оружием частных магазинов. И эти склады надо бы охранять, потому что там такое количество оружия, что это повлияло на улице, это будет полный пипец. Чтобы ты понимал, эти склады находились в инженериальной зоне, недалеко от дороги, без всяких записей, надписей, ну, склады. И мы туда подъехали, мы начали работать в 5 часов вечера, подъехали на 2-5 детективов, ребята были все вооружены, виток мер 15, я старый человек в транзакалке, у меня вот калаш владелец, это русский, вот, 7-62 я был с ним, и вот мы, мы ездили на что, у меня тах, у меня ребятских тах, от субурга ничего, но мы поставили в саду в эти машины, встали, все нормально, хорошо, и где-то в 3 часа ночи у нас человек был, который на стояние после еды смотрел, подвезли два автобуса, все красиво, все организовано, откуда вышли, я на человек 40, это было автобусно, нужно было антифа, Black Lives Matter, товарищи, вот ничего плохого, мне кажется, о покойниках ничего плохого, но это же ничего хорошего, понимаешь, и они пошли к этому складу, когда мы все это увидели, они увидели нас, они остановились, я вызвал шерифа, 911, шериф не приехал, потому что, видно, они были зайцы, дон-тон, моими своими делами, вот, нет, как приехали, минут через 15 появилась машина шерифа, он приступил, как бы я самим и нас, остановился вдалеке, вдалеке подальше от нас, посмотрел, я говорю своему напарнику, детективу, моего зовут Виктора, я его слушаю, вот, сейчас вот Тим приедет, нормально поддержат, сейчас, шериф уехал, и все кончится, я толкнусь, что полиции нету, и они, значит, нам, у них, нам, крионные тюни, палки были в руках, туда-сюда, и они, когда подошли поближе, я вышел вперед, ребята стоят, мы с автоматами на переезд, я говорю, ребят, извините, вам здесь делать нечего, вот, склада мы не пустим, они знают, что там оружие есть, там аммуничные, там был хорош, можно было выложить, я не знаю, но через 200 выложить, что ты понимал, вот, и я в магазин на халаша, первые 5 патронов, поставил трассирующие, трассирующие патроны, которые огнем стреляют, пожелось, а там не просто что-то понимают, это анастриальная, и даже света нету, все темно, мы просто включили так, мы включили машину, но спал, чтобы было видно, и пал, афамерикация, и насаладил, потом у них мегафоны в руках, все организовано, это не толпа, и они говорят, ребят, вы же давайте, вы нас пропустите, у нас человек 40, здесь вы же не будете с нами играться, нет, вы не поняли, вы к этому усаду не подойдете, вы дай покой, но они пошли к нам, когда осталось метров 5 до них, я в воздух дал очередь, у меня автоматически, у меня есть специальная лицензия, класс 3, ластинс, у меня, это заключено в Америке, но есть вот детективы, ну, я заключаю, у меня автомат, у меня не полу, автомат, у меня автомат, и я дал очередь трассирующими воздухами, они пошли с огнем, они, я не понял, что уж идти не будем, их резко развернули, эти вот, которые с ними приехали, поставили автобусы, увезли, понимаешь, потому что толпа туда, сама пить и не могла, и, и потом я видел, уже когда в Тонталу Майами, было, было, на рассолах, более под воду, это толпа шла, направлено, нашла, куда она идет, ее вели, и даже было интересно, там, там, Майами, в ювелирных районах, это наши ребята, ухарские веи, вышли с автоматами на улицу, и тогда толпа идет, 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 и тогда даже гравит, потому что, она как-то не попходит, я опять, как-то занимаюсь, это все было проплачено, и еще, что я думаю, ну, там очень много можно сейчас рассказывать, начался суд над Клинтоном, в Конгрессе, и она этот суд проигрывала, и у нее там большие проблемы, и надо было на население, народ, увезти от этого, что они этого не видели, и вот, это вот, ну, это общий, я тебе могу больше рассказать, это глубоко, но у Запада, у нас вот видео, я уже посмотрел, Константин, я помню, я фамилию забыл, я его фамилию ломать, вот он находился в Беркли, в Калифорнии, в 2017 году, когда были побоище, и он бился против Антифы, и вот он за тобой рассказывает, из деталей, как все это началось, может, что-то идет, и здесь кинч-линк, то люди это увидят. Интересно, окей, да, я ссылку, если что, может, потом прикреплю тоже сюда, ну, и, конечно же, все контакты на, на твои фейсбуке, и YouTube. Окей, ну, а такой вопрос, ну, у нас вот реально уже в Сиэтле, более-менее уже тихо, то есть, тех ребят уже разогнали, уже, ну, вроде спокойно, мирно, кроме коронавируса, да, вроде, ну, пока еще как тихо. Что ждать дальше? Вот реально, в ноябре выборы, Трампа сейчас там со всех сторон давят. Смотри, Трамп будет президентом, это однозначно, потому что Байден не выявит ни одни правительства, он не сможет с Трампом даже общаться напрямую, потому что Трамп, как его за слепый джо, он просто человек больной деменцией. Понимаешь, я не против честных выборов, когда честные кандидаты все, ну, демократы, это же кандидат, ну, это уже грязная сейчас игра идет, конкретно грязная, сейчас страдают мирные люди, бизнесы. Человек, который не понимает, где он находится, он засыпает на, когда он идет интервью, он его не будет, где жена, где сестра, он пытался забраться. Да он, он на интервью сказал как-то, типа, мы сделаем все, чтобы мы не выиграли выборы, ну, как-то так, а потом, ой, чтобы мы выиграли. Поздравил людей с Крисмасом, понимаешь, это все понятно, что президентом никогда не будет. Понятно, что, что, что будет, хотят сделать вице-президентом, черную женщину, сказать, что Мишель Обама, и он, если тут не дай бог, мы выиграли, то он через 3-4 месяца будет полить, и оставил президентом Мишель Обама. Вот тогда, взгляды эмигрируем в Америку, в Украине остался, так же на Межоконте, туда будет полный жжок. Понимаешь, тогда мы получим адепаративную страну. Потому что, я об этом уже завтра рассказывать, о выборах, и как вообще сейчас вообще обманывать, и люди приходят на выборы, и это было еще в прошлом году, когда вот Межоконте выбирали, приходят, и они хотят выбрать и по республиканству, а на республиканство они не могут нажать, они нечего задавать вопросы. Я им говорю, так вы же демократы, какой демократ, это же был республикан, да нет, у нас записано демократом, люди меняют. поэтому я всем говорю с вами подписчикам и зрителям, что пожалуйста, если вы голосуете, и голосуйте правильно, и не держите онлайн, попустите ваш козу, куда тут надо идти делать, и проверять, что вы украли партии, или получим эволюцию. Ну да, есть такое, есть много таких взглядов, что может быть восстание между демократами и республиканцами, и немножко это все идет. Я очень этого боюсь, что Америку разделят на красные и синие штаты, что моя наоборот северной юга это очень относительно похоже, я бы этого не была, и вообще все это очень опасно, все сейчас происходит, я вообще никогда не знаю, что в моей стране, это моя страна, потому что я здесь живу, из своих 45 лет, я живу здесь 33 года, и я приехал в 87 году, Америку в 7-м другая была, и я тоже вижу сейчас, это очень неприятные вещи. Хорошо, по поводу оружия, вот реально тоже очень много новостных порталов пишут, что реально оружие заканчивается, боеприпасы заканчиваются, сложно купить, то есть этого в магазинах нет. Что происходит? По счету оружия смотри, оружие, оно не заканчивается, и забрать на население его невозможно. Я имею в виду в магазинах. До второго попал в конституцию, что ты понимал, официально на руках на население, больше 800 миллионов единиц оружия, неофициально больше полтора миллиарда. Вот, и у людей есть серьезное вооружение. Я тут мальчик просто взял на пубке, извиняюсь, я не слышал погулять, а у людей есть серьезное вооружение. Забрать невозможно. Но что пытаются делать демократы, очень умные, они пытаются сделать так, что невозможно купить патроны. Нет патронов, нет оружия. Поэтому сейчас патроны очень подорожались. Я покупал когда-то 9 миллиметров, патроны, это было тысяча штук, 125 долларов, сейчас тысяча штук, почти 500 долларов. И в магазинах, если у них так что-то есть, в основном заказан онлайн и долго ждать. Я только сейчас купил 4 тысячи патронов для Калаша, 7,62. И я еще не успел попасть. А вот это 9, уже было тяжело, достать, сколько я достал. В общем, да, сейчас, во-первых, тяжело купить, потому что проверки очень долго, потому что забиты. В Флойде, это Флойде Патронов, но они забиты проверками. Если раньше ты приходил, у тебя была лицензия, у тебя за 5 раз проверялись, уходил, сейчас, а уже есть онлайн, установил его легче купить. А в магазинах тоже онлайн, все лучшее, что ему нету. Он с патроном, это проблема. Да, согласен. Ну, а вообще, по поводу, по поводу выборов, ты говоришь, что Трамп, скорее всего, должен выиграть. Если выиграет Байден, вот как-то что-то произойдет, твое мнение, что будет? Мое мнение, Америка закончится, что? Как могущественная держава. Что я думаю, мое мнение? Как сказал Байден, уже через 3-4 месяца, будет Мишель Обама, будет весь клан, криминальный клан, демократической партии, это Каринтин, это НСП Лойс, это Сорос, это Билл Гейтс, это все, кто даже прижданно сидит. Вот, и они будут управлять страной, я думаю, что первое, что будет открыта, будет очень сильно нелегальная миграция, я думаю, что они всем нелегалам дадут гражданство, скорее всего, чтобы были голосования, были при том, привозь кому давать, я думаю, что очень сильно при этом миграции с Сирией сюда, и со стран востока, где тут воины сейчас, и где, как я тебе говорю, что когда эта миграция идет, ее проверить невозможно, пока у них нет разданок, они знают, что террористы, не террористы, потому что какого-то не станет, в Советском Союзе, когда был днем он гражданин, но очень у него там от Калашникова, если ты смотрел тех людей, которые раньше приезжали в Америку из Сирии, в основном, они прям молодые люди, очень мало, я со всеми на людей, вот, и я боюсь, что вот в Германии или в Европе, где, где, где арабы делать, что они хотят, где насилуют девочек, а потом полиция говорит, что она эксплуатировала, что она была слишком короткая юбка, вот, что мы будем бояться, то, пускай, на улице наших все остырожим, потому что мы не знаем, чем это закончится, будут районы, куда белочек не сможет зайти, сегодня мусульманин, я против мусульманин, ничего не вижу, ты понимал, есть, у меня много друзей мусульманин, у меня там радикальный ислам, на законы шарят, и все, хоть и будет очень плохо, будет очень плохо, и я могу перечислять очень-очень много чего, мы опять родим Китаю в руки, сейчас что у нас происходит при демократах, что-то понимал, многие-то не понимают, 8% лекарства США делают, как Китай, стратегические, это стратегические вещи, которые нельзя давать своим врагам делать, и допустим, я знаю людей, которые пьют лекарства, какие-то хронические болезни, они как и 3-4 месяца получают аптечку, нельзя это уже пить, потому что это может получить рак, а надо пить другой, потому что сделано Китай, и добавили какую-то химику туда неправедную, вообще как можно было другой стране, стране не нашему другу отдать все это в руки, и сейчас эта эпидемия показала, маски, машины РВР, все это все на дело с Китаем, поэтому у нас был, первое время шоу, тыч был, вот, короче, я думаю, что пока, конечно, потом, если они, потом, конечно, опять идут республиканцы к власти, но я думаю, будет такой урон в стране, но я несел, что это будет тяжело подниматься, при том, что ты понимал, я не поверю демократу, были такие, как Ченча, Кенади Буршканы, демократический, знаешь, президент, и было очень много людей, которые могли быть, я не могу, что демократы прохили, у них должны быть, просто они почему-то не нашли нормального человека, я не могу понять, самого пожилого человека нашли и выставили, хотя, скорее, молодых очень много и искал, кто бы мог это сделать, да, ты посмотришь на них, на НСПЛОСИ, а если я закрываю, все старые, 85-летние, которому уже, уже ничего неинтересного, в жизни, я не знаю, что это смешно очень, напоминает полюбилого Советского Союза. Ну, просто ситуация, какая происходит, что, как я вижу, с кем я общаюсь, в основном, ребята, которые живут в США, уже какое-то определенное время, это все, в основном, республиканцы, то есть, это славяне, американцы, но в основном, все, даже вот в нашем штате, в основном, это все, ребята, республиканцы, но люди, которые вот со стороны, там, Украины, России, там, те же самые Латиносы, они топят, конечно, за демократов, потому что им нужна, ну, грин-карта и гражданство и тому подобное, но просто, если это вот, ну, я как бы, я был тоже в Европе, видел, как там живут, то есть, в Европе очень хорошо жить временно, но чтобы там легализоваться, это, ну, практически нереально, они делают так, что, ну, вот, барьер, все, то же самое, что хотят сделать примерно республиканцы, так вот, если демократы придут к власти и дадут добро ехать всем, и они не против, есть адекватные, нормальные люди, но есть люди, которые реально едут в эту страну, лишь бы просто накосить бабла, кого-то убить, кого-то ограбить, и им вообще, ну, пофиг на эту страну, они уезжают себе назад, и может быть, реально начнется хаос, если это будет неконтролируемо, поэтому это будет реально плохо. Это будет или неконтролируемо, или наоборот, сильно, с полицейским государством, с таким фашистским наклоном. Ну вот, тоже может быть. Вот тоже даже насчет, вот, расизма, ну вот, ну вот нет в Америке расизма, ну вот никто этих темнокожих не ущемляет. Есть расизм? Нет, как расизм, ну, ну, можно это? Ну, только ущемляет ничего на белых. А, у белых, да, вот, последнее время к белым идет. В последние 10-15 лет, что ты понимал, ущемляет белых, а ничего на белых. Мы можем, я могу это доказать, на всех государственных службах. Вот в Моэль, зайдем в любой коррхаус, в любую шансовую белку, они сидят только черные, которые не хотят работать, которые ленивые, которые хамят. А если среди них есть белые, есть какой-то промоушен, то дадут вам уже черному. Поэтому я не вижу. И я хочу тебе сказать, что мне очень интересно, ты, допустим, у меня парень секьювити рассказывал, знакомый, он там патрулил район, и какой-то черный парень встал на файлзон, и он говорит, ты не могу свою машину обойти? А, ты мне говорит, что это черный? Ну, это же это бычье называется, это не расизм. Получается, те, кто никогда не были рабами, просит, чтобы те, кто никогда не были рабовладельцем, попросили у них прощения. Это смешно, это было когда, понимаете, когда начинают эти памятники ломать, что это было. Ну да, это было. Да вот это Кушкина уничтожим, уничтожим Толстого, потому что они были рабовладельцами, уничтожим всех книг. Нет, ну это история наша, конечно же, при чем тут это. Давайте уничтожим. Вольсваген, вот Вольсваген, машина Вольсваген, где скидь? А ты знаешь, чтобы это Вольсваген, как Польсваген, дело газовые камеры, для того, чтобы уничтожить. Тогда давай Вольсваген уничтожим. А, ну нельзя историю менять. Уже, по-моему, в России Юриковичи поменяли, как я правильно по-русски, не русский, это Юриковичи. Да, да, да. Они поменяли же историю, они же все переписали. Историю трогать нельзя, это наша история, это просто, хорошее, плохое, оно наше, нельзя. Почему они убрали Колумба? Они не подумали, что они видели все итальянское население Америки, потому что это все, ну я имею в виду, что почему, это беспредел. Я считаю, это беспредел и в демократических штатах власти потакают этому беспределу. И недавно у нас было видео, мы говорили, когда в Джорджии афро-американцы, будем смотреть. Да, 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 я видел, черные пантеры, да? В надеждах вышли, как милиция, и они ходили, пугали народ, чуть не стволами о них тыкали. И полиция была глядя, никто никого не трогал. А в Нью-Мексико, когда хотели снять памятник, белые отели, защищали этот памятник, и на белого памятника напала толпа, и хотели ножом его залезать, он выстрелил кого-то. Так арестовали всю милицию. Вот, вот, а так же нету, вот перекос, пожалуйста, вот перекос. Или сейчас, по-за того, что происходит, в университете Бреклэй в Пелефолнии вот этот Антиф, выходит к закротному от листовки, что евреи теперь не должны учиться. Такие уже листовки уходят, и мне нечего делать в лучшем утренном заведении. Я вообще считаю, я иудей, по-настоящему, я считаю, что общественник государства в Израиле, который сейчас есть, с такой мощной армией, а его лишь за холокот уже в того, что он дал. Ну, да. Вот это все, что я думаю, поэтому вот плохо. Но если выиграет Трамп, я надеюсь, что первое, что Трамп, проползает клюка в тюрьму. Она, наконец, и сяли за все, что она сделала. А сделать, и понимаешь, она много, я могу сейчас перечитать по пальцам. Первое, вот эти эмейлы, которые она пользовалась не секретными, с этими телефонными переговорами. То, что нашего посла в Бенгазе она грохала, хотя она могла его туда вытащить, но кого-то с авдовской райис тогда, что она не лезла, и она не влезла к послау. И в Гаити, когда было землетрясение, и был фонд Клинтона должны выставлять Гаити, устанавливать, все деньги украли. И много-много чего можно не говорим об этом острове Эпштейна, где все побывали, там, и Клинтон побывал, все туда ездили, девочек было никаких насилований. А потом этого Пштейна в тюрьме, если как, у наших самый, самый охраняемый камень, он всегда повесился. А перед этим в Гаити, на которых была в этой тюрьме, я имею в виду, что первая девушка должен сделать Трамп, он должен, скорее всего, вот это все загнать, эту тусовку. И они этого боятся очень сильно. Поэтому они все устанавливают, они боятся потерять к одномушку и боятся сесть в тюрьму. Ну вот, для ребят, которые нас будут смотреть с России, с Украины, из России, да, с Украиной там. То есть, чтобы было более понятно, почему вот происходит вот такая вот канительня, из-за того, что там Америка вот такая вот какая-то плохая страна, и здесь было так всегда. Из-за того, что, ну, как я считаю, вот идет гонка предвыборная, скоро выборы. И вот здесь идут немножко нечестные выборы. То есть, ну, просто некоторые зрители считают, что Америка вообще ужасная страна и здесь жить невозможно. Нет, Америка очень шикарная страна. Просто вот мне кажется, что если станет здесь у кормушки тот, который должен стоять, ну и нормально, в общем, работает, то будет более-менее порядок. А почему мы там у кормушки? Ну, не у кормушки, но у власти, скажем так. Вот Трамп, вот еще Трамп, это кормушка не нужна, Трамп. Нет, он вообще красавец, он свою зарплату вообще все отдает полностью государству. Я потом так, знаешь, как пацан сказал, пацан сделал. Он вообще закон не падает, тут уже обещают, что он делает. Также мы возьмем посольство Америка, которое все президенты предвыборные гонки, они обещали признать Иерусалим и поставить Американское пасу. Как они выбирайте, они об этом забывали. Трамп сказал, Трамп сделал. Это для... Вот очень большое дело было то, что он сделал. И все сами вещи, что он говорит, он делает. Да, конечно, он может вот туфту слепить. Нет, ну, извини меня. Все, все мы люди, все мы совершаем ошибки, конечно. Путин это делал, и Ельцин это делал, и там много кто, и европейские политики это делали. Извини меня, и у нас же плавок, может, и там зато сидел, и мы какой-то спичерем, как эти дебилы меня достали. И еще там такое было. Ну, и люди делают ошибки, но он умный мужик, он знает, что он делал. Постал, он не политик, он бизнесмен. И он не пошел, он не попадает в 3-профайл. Они не могут им ничего сделать, поэтому эти бейки очень сильно. Я понял. Ну, да, для других стран, что могу сказать, посмотрите, что получается, вот этого Флойда, да, убили, хотя там отдельные истории, поэтому Флойда можно много чего сказать. А почему в Новой Зеландии, в Иране, и в других странах все за Флойдой пошли? В периодах демонстрации, это все направлено поджигающее, это все было сделано, это не просто так люди встали, все не пошли. Кому там нам не интересно, что случилось с каким-то деборигеном в Австралии. Ну, да, ну, тоже было и во Франции, в Германии, то есть, та же. А тут все очень сильно интересно. Это политика. Да, политика, конечно. Мне сейчас очень многие сейчас скажут мне, о, козел, все такое. Я считаю, что Трамп и Путин, хотя я Путина не люблю, что ты понимал, ни при каких обстоятельствах, хотя может он очень сильный, я его не люблю, но я считаю, что Трампа, Путин, это вот эти два президента, которые не попадают в чей профайл, эти два президента, которые не любили под глобалистов. И вот их пытаются разорвать. И я считаю, что, ну, опять же, это, конечно, утопия, может быть. И, наверное, до передачи был капитан первого ранга, русский ранг, русскоговорящий, фамилия Табах у него, он как раз был в госдепе работал, потом пытался в России, а он на американской стране, ну, мэр-американский. Он именно так разозлился, чтобы меня не убил в прямом эфире, но он на русских, на русском, ну, разговорились. Потому что я считаю, что Америка и Россия должны дружить. Я считаю, что у них есть очень много общего этого делающей державы. И если они бы аромально объединились, делимся, то такие державы, как Китай, будут стоять людям там на перерыве. Но этого никогда не будет. К сожалению, это никогда не будет. Потому что есть очень много шум, которые Россия сделала. Допустим, я не оправдывал Крым, ни в коем случае. Вот. И я не оправдывал очень много других вещей, то, что Россия сделала. Но, опять же, это не нашим бизнес, как они, как они сами разбираются. Я понял. Ну, и вкратце, в конце, хотел бы спросить конкретно для зрителей, которые смотрят, чем ты конкретно мог бы помочь ребятам, которые в США? Чем ты конкретно занимаешься? То есть, ты только охраной какой-то? Или действительно... Я такой задам вопрос. У меня канал о жизни и миграции в США. Я рассказал, как я приехал. Но ребята мне часто пишут, что я попал на бабки, обратился к кому-то, решали, меня кинули. короче, второе, агентство, то есть, вот такими вещами занимаешься? Люди выйдут мою страницу в фейсбуке, это в этом генерал-секечной агенции, и это две группы закона порядка, закона порядок США. Я оставлю все ссылки под видео, да. Да, чем я занимаюсь, я занимаюсь всеми, не страдатами, личными ситуациями, чем я хочу заниматься, полицией или не может, или после них нет желаний, возможностей. Я рулю мошенников, я помогаю людям, чтобы их не кинули на деньги, я могу помочь людям, когда они приезжают сюда, если бы я за советом выбрать правильного адвоката, чтобы их не кинули, чтобы они попали к таким-лим аферистам, а также, чем я занимаюсь, мы, конечно, есть какие-то части, такие, как это делать, это когда измены, там, у жены, там, когда детей делят, дети, наркотики, личная безопасность людей, вымогательство, рейки, ну, там, все. То есть, список вот такой? Мы занимаемся полностью вот этим спертом, что делает полиция, вот, ассистем адвокатов в работах, корпоративные, корпоративные расследования, кооперативный шпионаж, вот, также я являюсь вице-президентом ассоциаций детективов СНГ, это называется, вот, ассоциаций детективов, находится, их мейноле в Санкт-Петербурге, президентом, вот, Андрей Матушкин, очень известный лично из Санкт-Петербургии, и вот, в эту ассоциацию в поле детективов СНГ всего, от Казахстана до Балтики, это наша такая, ну, такая группа, которая работает, поэтому мы работаем по всему миру, в Латинской Америке, в Мексике, причем, в полу-дременном случае, причем людей, которые, в Кирнеполе, которые попали, как, некоторые эмизранты, те и мексиканские границы, города, вот, чаще всего, да, вот, но, и тут вот он приехал в Мексику и пропал, все, и нет человека, и вот, ты знаешь, что в Мексике творится, что, ну, да, там, мафия, и вот, мы с таких людей, ищем, и данные, я перетел, это было, где-то месяцев, 5-6 назад, я перетел из Венесуэлы, там, на границе Венесуэлы, и там, в Балисанзоне есть, и две девочки, кстати, вот, вот, социалисты, у них родители банкиры богатые, они ищут социалистов поиграть, левочек без границ, и их там китлэпали, вот, и за них выкупыла, а тут девочка, по ее гробу, к сожалению, так получилось, а вторую девочку, мы с нашей, с нашей командой, влачек 15, профессионалов, ребята, похоже, ну, такие ребята, как сказать, наемники, можно сказать, мы с автоматилках отбивали ее в улицах Амазонии, мы ее туда вытащили, привезли ее к родителям, но, конечно, человек уже был неадекватен, и я думаю, что она никогда нормально не будет, таким чем, занимаемся всем, мы можем помочь любому человеку, от эферистов, до проблем, и все, что может, по всему миру, не только по Америке, в любой стране мир, у нас принесу пальцев, кроме Северных Рейн, Ирана, и Белоруссии, интересно, там за час, он детектив, можно получить 20-й, шпионаж, ого, интересно, ну, там, батька Лукашенко держит все, да, причина, вот так, вот, а так, я хочу, чтобы поздравить, те, кто живут, здесь, получили документы, все получили, и клинкарты, и, а, вы покупаете оружие, обязательно, получаете лицензии, учите стрелять, и вместе защищать свои семьи, потому что, даже нормальное время, мирное, отограмление Тома, до звонка в полицию, проходит 3-3, иногда 5, иногда 5, иногда делать все, что хочется, понимаешь, поэтому, а, конечно, в демокатике штатах, это тяжелее, на спорте, танке это легче, я, допустим, без оружия никогда, нигде не хожу, вот, у меня, вот, в офисе, у меня, окажет у меня, вот, я могу выбрать оружие, поможет людям, посредствовать по пистолету, допустим, ручная сборка, ручная сборка, ручная сборка, если кто сразу зайдет, сразу стреляет, да? Это можно тут открутить, и садить, тушить. Серьезно. Такие вы делали. Было приятно пообщаться. Да, в общем, ребят, я оставлю все. Слушай, всем понравится наша передача, вот, некто мне понравится, есть хейдер, который мне нравится, вообще им ничего не нравится. Не, ну, это все, всегда есть такие, которые мне довольны всем, ну, то такое, я все ссылки оставлю под видео, на все ваши контакты, на вашу организацию, на твои, твой. Люди понимают, что ты не реклама, где меня не рекламируешь. Не, это вообще без. Я за это не платил. Не, Тут тоже начинается, да. Не, Да, просто, ну, для общего развития, потому что, ну, есть много в Америке блогеров, которые снимают только хорошее про США, есть некоторые блогеры, которые просто ужасно снимают про США, и как будто здесь уже третья мировая началась, и все плохо, но, нужно найти, четвертое, да, нужно найти средину, и, придерживаться этому, Все свои проблемы, и, к сожалению, это жизнь, это мир, и что можно проделать. Окей. Все, да, все, ребят, спасибо, подписывайтесь на канал, всем пока.